Пасхальные праздники омрачены целой серией громких преступлений, 4 террористических атаки, меньше чем за 24 часа. На здании МГБ, на радиоцентр, в поселке Маяк, на воинскую часть в Парканах и на аэродром. В ходе диверсии никто не пострадал. В Приднестровье объявлен красный код террористической опасности. Пока сроком на 15 дней. Так называемый красный уровень террористической опасности предусматривает перевод силовых структур на усиленный вариант несения службы. Усиление охраны государственной границы и органов исполнительной власти, патрулирование общественных мест, установку блокпостов на въездах и выездах из городов Приднестровья. На этих блокпостах днем будет осуществляться выборочный, а в ночное время сплошной контроль проезжающего автотранспорта. Городские школы до конца учебного года будут учиться дистанционно. ЕГЭ в этом году не будет. Не будет и промежуточных экзаменов. Оценки выставят по текущей успеваемости. Детские сады и сельские школы продолжат работать в обычном режиме. Ограничивается проведение массовых мероприятий. В праздновании Дня Победы внесут коррективы. Парад на 9 мая отменят. Церемонии возложения цветов состоятся. Пройдут и тематические концертные программы. К сожалению, обстоятельства вынуждают нас отказаться от массовых мероприятий и акций. Речь идет о безопасности жителей Приднестровья, в том числе ветеранов, проживающих в республике, а также зарубежных граждан, которые планировали присоединиться к нам в этот важный день, написал президент Красносельский в своем телеграм-канале. Как подчеркнул глава государства, несмотря на отмену массовых мероприятий в домах и на улицах Приднестровья, 9 мая будет звучать гимн подвигу советского солдата. Продолжение следует...